Сеть магазинов Магнит опять в центре скандала. На этот раз хлеб, который поставляется в торговую сеть, обнаружили сваленным в кучу в поле одного из районов Рязани. Такое отношение к хлебу в стране, пережившей блокаду Ленинграда, вызвало бурю возмущения. Начато расследование. Александр Коцуба подробнее. На эту гору брошенного хлеба на окраине Рязани наткнулся случайный прохожий. Видать, сегодня ночью только выкинули. Посмотрим. Похоже на свежий. Здесь же валялись и накладные на хлеб. Согласно документам, эти батоны и буханки испекли на московском хлебозаводе номер 24. О своей находке мужчина сообщил в полицию. Вскоре на пустыре появился патрульный экипаж. И первый же вопрос расследования о происхождении этой свалки был адресован именно производителю. Если что-то такое было бы, здесь было бы известно. У нас это строго с этим делом. Вот дата изготовления хлеба. 13 февраля. А срок годности не более пяти суток. То есть он уже истёк. Но кто, а главное почему, выбросил всю эту партию хлеба? В настоящее время сотрудники полиции выясняют, откуда и кем мог быть вывезен хлеб. Согласно всё тем же накладным, этот хлеб должны были везти сразу в нескольких направлениях. Часть в Рязань, часть в Касимов Рязанской области, часть в один из магазинов Москвы. Мы позвонили туда. В нашем магазине партии хлеба очень малы. Мы берём по 3-4 лотка. Никогда у нас он не остаётся. А тем более выбрасывать хлеб – это грех. Тем временем слухи о хлебной свалке поползли по Рязани. Люди в шоке. Евгения Козлова пережила блокаду. Вспоминает, как в 41-м чудом выжила в окружённом Ленинграде. Хлеб получала по карточкам чуть более 100 граммов в день. А тут в грязи целая машина хлеба. И вообще отношение к хлебу и к продуктам, я считаю, это просто преступное. И выбросить у меня даже в голове-то не укладывается. Часть этого хлеба должна была поступить в магазины сети «Магнит». Может быть, там недосчитались сотни буханок. Но в Рязанском отделении этой торговой сети говорят, что узнали о случившемся из интернета. И рекомендовали обратиться в головной офис в Краснодаре. Звоним туда. Работа сейчас ведётся по прояснению информации. Как только она поступит, вам ответят. Пока торговцы и производители ищут, кого обвинить в ЧП, хлеб с пустыря исчез. Его собрали местные жители на корм скоту. Александр Кацуба и Елизавета Дорохина. Вести. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok